всем добро-доброводочка и уже записываю влог вам из минска сейчас вот приехала готовлю себе завтрак я уже на третий день в минске точнее я приехала позавчера поздно вечером вчера целый день провела я работала на фотосессии организатором и стилистом визажистом парикмахером и сегодня вот у меня уже такой свободный день сегодня я занимаюсь упаковкой подарков для своей семьи на новый год сегодня у нас я прилетела в рождество вечером 25 числа сегодня у нас 27 число и вот я сегодня буду уже упаковывать подарочки буду тоже с вами делиться как я занимаюсь упаковкой и так далее в общем сейчас покажу вам свой завтрак на завтрак у меня сырники со сметаной и вареньем сделала себе авокадо разомнула вот такое вот размяла точнее вилочкой авокадо с чесночком с ложечкой оливкового масла и чуть-чуть проперчила очень вкусно и намазал я обычно это все на черный хлеб также я буду пить сок апельсиновый и вот уже у меня готов кофе из старбакс я купила себе такой красивый стакан старбакс вот он такой блестящий новогодний очень классный также я приобрела в старбаксе вот такой кофе стоило 8 долларов это кофе который не для кофе-машину у них конечно же есть для кофе-машины но я у меня другой кофе для кофе-машины в принципе сейчас это не актуально не нужен ты кофе я решила купить просто такой который можно в кружечке просто заваривать здесь 12 штук и стоило это 18 долларов покупала я это уже в аэропорту если будете покупать непосредственно в турецких обычных старбаксов то будет немножечко дешевле вот так же я купила вот такой вот сироп тоже в старбаксе очень люблю эти сиропа добавлять в кофе мне очень нравится даже иногда вот раньше я покупал то различные такие сиропы добавляла в каши это сироп с ванилой их знаменитые старбаксовские но мне очень нравится вот именно в кофе я обожаю его вот такой достаточно жидкий мне очень нравится вот себе сделала кофе большой вот такой вот и сейчас буду завтракать девчонки кто еще балуется такой фигней в общем я иногда когда было продуктовых магазинах я покупаю себе киндер сюрприз на кассе не могу удержаться сегодня купила вот такую серию принцессы дисне и другие игрушки что мне попалось какой-то принц с какой-то принцессой меня уже принципе такое было уже такое попадалось вообще не интересно это если честно а если честно нету нормальных игрушек уже в киндерах уже устала я разочаровываться вот посмотрите вся серия вот такая вот ну какая какие-то принцессы какие-то принцессы посмотрите у меня из этой серии есть уже вот это вот ну какие-то принцессы это какие-то уродские игрушки, отвратительно в общем, сегодня девчонки совершил кое-какие покупки хочу вам показать, косметические такие небольшие, купила вот такой вот шампунь, Джонасонс Бэйби детский шампунь, блестящие локоны вот так вот он выглядит, эта бутылочка 300 миллилитров и стоит он 4 доллара недешевая цена я считаю, что для детского шампуня в принципе, это не совсем дешево но я решила попробовать здесь также написано, что капелька органового масла здесь содержится, мне очень понравилась упаковка, я решила попробовать и он, кстати, очень-очень круто пахнет просто нереально, так вот сладенько очень классно, хочу просто попробовать посмотреть, как он будет работать с моими волосами окрашенными, потому что, конечно же если у нас волосы окрашенные то нужно использовать какие-то более профессиональные и если волосы осветленные то лучше, конечно, использовать какие-то боли на силиконах шампуни, это все-таки детский шампунь он, в принципе, обычный шампунь он предназначен для обычных волос, не окрашенных но я хочу попробовать, потому что мне понравился запах хочу посмотреть, как он будет промывать мои волосы тем более активно я сейчас пользуюсь различными масками различными натуральными масками маслами, нужно все это дело хорошо смывать поэтому хочу использовать этот шампунь посмотрим, будут ли действительно блестящие локоны на моих окрашенных волосах и также я купила спрей-кондиционер блестящие локоны для усиленного блеска и шелковистых мягких волос содержит протеин из шелка и тоже он идет с органовым маслом я пользуюсь обычно всегда после мытья блескуром но у меня всегда есть какой-то резервный то есть я вам показывала такой спрей детский от принцессы у меня был, он очень, кстати, хорошо волосики такие мягкие были после него и я захотела еще купить джонсонс бэйби тоже такой вот который смягчает волосы я в эти продукты очень люблю джонсонс тоже попробую потом вам буду все рассказывать стоил он тоже почти 4 доллара и сейчас хочу немножко вам рассказать про свои брови я активно, в принципе, отращиваю брови я хочу расти свои брови я люблю такие, как у меня в данный момент бровки и я постоянно пользовалась сейчас вот этим Fix Color Relu и вы знаете, больше года я им пользовалась у меня тон 0.1 вот так вот выглядел этот гель очень такой был красивый, приятный цвет но спустя год я поняла, что мне недостаточно фиксации если у вас брови, как у меня вы их отращиваете то вам будет недостаточно фиксации в этом геле как бы дешево он не стоит он стоит, по-моему, около 4-5 белорусских рублей то есть это где-то 2,5-3 доллара мне недостаточно фиксации сегодня я пошла в магазин Cosmo белорусский магазин, где продается разная косметика типа Bourjois, Rimmel, другие бренды Catrice, Essence и сказала консультанту о том, что у меня есть такой гель у них тоже, кстати, есть марка Rilay я сказала, у меня есть такой гель вот он у меня сейчас на бровях я показала консультанту я говорю, что мне недостаточно фиксации покажите мне, пожалуйста, какой-нибудь гель который вы имеете для бровей тоже оттенка Blonde но с суперфиксацией она мне показала оттенок от Essence оттенок Blonde Essence он мне, в принципе, понравился сам гель но оттенок меня не устроил он немножко такой зеленоватый и из белорусских марок никакой мне не понравился они все ужасно плохо фиксируют именно оттеночные гели и я взяла мне очень понравился прям даже не ожидала никогда не знала об этом продукте оттеночный гель для бровей от марки Rimmel у меня это оттенок сейчас покажу называется этот продукт Brow This Way вот так вот он выглядит и у меня оттенок 002 Medium Brown сейчас я вам открою, покажу это такой оттеночек для блондиночек вот такой оттенок для блондинок он подходит и блондинкам и шатенкам тоже, потому что это 002 Medium Brown это не блонд первый и мне очень понравился оттенок я его протестировала в магазине он действительно очень стойкий очень хорошо, надежно фиксирует брови в баночке он немножечко жидковат то есть вы когда достаете кисточку вам кажется, что он немножко жидковат но на самом деле он очень быстро фиксируется на бровях и очень классные стойкие брови получаются плюс очень красивый такой оттенок мне очень понравился оттенок то есть он действительно коричневый он не уходит ни в какой зеленый ни в графитовый, никуда понравился очень этот продукт и стоил, кстати, не так дорого стоил всего лишь 8 белорусских рублей это 4 доллара вот, поэтому абсолютно недорого продукта здесь сколько миллилитров не написано 5 миллилитров здесь продукта а в этом, кстати, сейчас посмотрю сколько здесь миллилитров почему-то рюлы не пишут сколько миллилитров на упаковке здесь не указано сколько миллилитров но этот продукт мне очень понравился поэтому с удовольствием буду им пользоваться И также прикупила свой карандаш для бровей Мой любимый от Essence Которым я в принципе постоянно сейчас пользовалась Раньше пользовалась В последнее время я все-таки только гелем пользовалась Потому что брови окрашивала Но иногда мне нужен карандаш Поэтому опять повторила Стоит такой карандаш 2,5 доллара Значит, это у нас марка Essence И у меня оттенок Сейчас найду оттенок Ой, закрывают они Вот видите, запечатывают вот так вот оттенки И, к сожалению, не видно Что это за оттенок Сейчас буду искать Кстати, знаете, что я вам хотела сказать? Хотела сказать про производители Оказывается, вот этот спрей, кондиционер Произведен в Греции А вот этот шампунь произведен в Италии Я обязательно всегда смотрю, где произведена косметика Для меня это очень важно Потому что я не люблю, когда какая-то косметика производится в России Или еще где-то Для меня очень важно, где производится косметика Потому что вы знаете, что многие вот такие марки зарубежные Они подделываются и в наших странах изготавливаются Поэтому обращайте внимание Марка Essence изготавливается в Германии Произведен данный гель в Нью-Йорке, США Девочки, пожалуйста, не экономьте на косметике Лучше купите себе чуть меньше косметики Но купите более качественные Потому что, честно говоря, смотреть, как сейчас на Ютубе Девочки пользуются всем белорусским Но это настолько дешево Вот серьезно Недавно смотрела макияж Одной девушке Она делала полностью на белорусской косметике Мало того, что тон лица плохо выровнен То есть недостаточно покрытия тонального крема Пудры плохо лежат Из-за этого некачественные также румяна нанесены У белорусов очень некачественные румяна Будем говорить честно Они дешево смотрятся на лице Много продуктов действительно дешевых Тени ужасно дешево смотрятся белорусские То есть, ну, помаду какую-то девушка выбрала тоже Такую же дешевую за один доллар Которая так ужасно смотрелась Ну, я очень люблю белорусскую косметику Она всегда у моей косметички Если вот взять мою косметичку Ту, которая у меня вот ежедневная Да, вот моя стоит косметичка Ежедневная Victoria's Secret У меня всегда какие-то белорусские продукты есть Любимые Это вот моя любимая тушь Luxe Visage Которую я опять вернулась И я ее очень люблю И пока не собираюсь менять Дарили мне на Рождество Victoria's Secret Два спрея из старой коллекции То есть, это коллекция Когда вот еще были вот такие баночки Уже их с прошлого года не выпускают Я еще, кстати, в этом году, по-моему, зимой В прошлом, точнее, уже году Зимой еще видела эти баночки Они, в принципе, еще и в Европе продаются Да, но уже, к сожалению Они нигде в Duty Free Уже в Турции их уже нигде нет Вот этих именно старых версий бутылечков Вот Это мне тут положили пробнички Ralph Lauren и Chanel номер 5 Кстати, мне задавали вопрос Девочки под видео о парфюмах Пользовалась ли я когда-либо Парфюмами от Chanel Да, конечно же, пользовалась Конкретно я пользовалась Chanel Chance И пользовалась Chanel Coco Mademoiselle Мне, в принципе, на данный момент Не нравится ни один, ни другой аромат Пользовалась я Chanel Chance Когда мне было 18 лет 18-19 лет Мне мой молодой человек На то время дарил Какую Mademoiselle я себе покупала Когда я Сейчас скажу Закончила учиться Это было где-то, наверное, мне лет 20 Но даже тогда уже он для меня был тяжеловат Chanel не люблю, честно говоря Духи Они для меня слишком взрослые Слишком серьезные Слишком тяжеловатые Я человек больше таких, знаете Каких-то ярких, сочных Сладких, взрывных Вот таких вот ароматов Люблю такой характер у парфюмов Ну и давайте уже покажу, наверное Сами вот эти новые баночки Это мой любимый Sheer Love Очень нежный такой сладкий аромат Приятный Я его несколько раз уже покупала По-моему, три раза я уже его приобретала Он мне всегда очень нравится И также еще Вот такой вот подарили Первый раз я с ним сталкиваюсь Никогда раньше я им не пользовалась Это Ягоды И шампанское Значит, какие у нас тут ягоды Какие-то написано Значит, wild strawberries and champagne В общем, да Дикие ягоды и шампанское Это, кстати, аромат Абсолютно не Вот видите, на этих, кстати, баночках Еще раньше всегда писали Примерно, вот так скажем Характеристику аромата Потому что сейчас уже не пишут Вот, например, видите Sheer Love Здесь написано White cotton and pink lily То есть белый хлопок И розовая лилия К сожалению, сейчас уже не пишут На баночках Не знаю, по какой причине Мне кажется, это не очень хорошо В общем, Sheer Love Я очень люблю Знаю этот аромат Обожаю А strawberries and champagne Это такой немножко сложноватый уже аромат Он уже не такой простой, как Sheer Love Он уже такой, знаете, более интересный В плане того, что он такой совсем уже парфумированный Вот он прям парфумированный Как духи прям То есть абсолютно не сладкий Вот кто интересуется такими ароматами То пишите Может быть, если возможно Смогу еще кому-нибудь из вас достать Такой ароматик Ну, в общем, сделали мне такой подарок Очень приятно, конечно Первый раз вот этот аромат у меня появляется Интересный такой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!